Добрый день! Вы смотрите новости в студии Валерия Гавриленко. Сурдоперевод Виктория Антонишна. Досрочные выборы в Можилис являются необходимым шагом. Таким мнением поделились шимкентские педагоги. Сейчас временной фактор играет большую роль, уверены они. Весь мир переживает нелегкие времена. Маленькие подопечные Гульдзиры и Жолдозбеквы пока не понимают, что такое мировой кризис и сложная экономическая ситуация. Педагог надеется, что и в будущем их это не коснется. Потому на каждом занятии особое внимание рассказам о единстве народа Казахстана и патриотизме. Учитель уверен, что сейчас наступает эпоха больших перемен. Необходимо сейчас сохранить наше единство. Тогда будет уверенность в будущем. Я поддерживаю идею досрочных выборов. Новую команду депутатов ждет большая работа. У нас есть план нации, надо его осуществлять. Тогда экономика окрепнет и у наших детей будут хорошие перспективы. Досрочные выборы в парламент это веление времени, считает молодой специалист Стараза Жарл Касын Бакенов. Он работает инженером-экономистом в областном теплоэнергоцентре. Подсчитывает доходы и расходы, ищет пути экономии и планирует будущее предприятие. Специалист хорошо знаком с планами и задачами государства, которые связаны с антикризисными мерами. Самый пик реализации этих задач приходится на весну и лето, говорит он. Поэтому важно приступить к ней уже сейчас и с новыми силами. Парламент должен работать без оглядки на очередные выборы. С этим мнением согласны и 600 его коллег. Казахстан ускоряет и обновляет свою экономику. Поэтому мы не должны оглядываться на такие политические мероприятия, как выборы в парламент, ждать, когда это произойдет по графику. Время не ждет, и каждый наш день наполняется новыми событиями и задачами. Нам нужно решительно приступить к действиям, не отвлекаясь ни на что. Поэтому очень важно именно сейчас провести выборы депутатов, чтобы новые люди, свежие силы реализовали план нации, все институциональные реформы. Это как раз таки приведет нас к прогрессу. Своё мнение о проведении досрочных выборов высказали и карагандинские спортсмены. Обновленный парламент, сплочение общества и реализация плана нации. Вот первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед казахстанцами, говорят боксеры. Я считаю, что это правильно. Несмотря на все глобальные кризисы, мы должны держаться в одно целое и делать, работать и решать вопросы, которые поставил наш президент. До этого, когда в 2007-2008 году кризис был, мы все держались сплоченно. Несмотря ни на что, мы вышли с этого положения и дальше развиваемся. Между тем, сегодня исполняется ровно 20 лет с момента начала работы двухпалатного парламента Казахстана. В 1996 году к работе приступили 67 депутатов. Я хочу вас всех поздравить с такой историей. И ровно 4 года тому назад этот пятый созыв начал работать 20 января 2012 года. Сегодня в составе Мажелиса 107 народных избранников из трех фракций Нур-Отан, Акжол, КНПК и еще 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. Средний возраст Мажелисмана в 56 лет, что на 4 года больше по сравнению с четвертым созывом. День рождения отмечает и израильский парламент. Уже четвертый год подряд в этот день КНЕСЭТ распахивает свои двери для всех желающих. А депутаты примеряют новые амплуа поваров, тренеров, учителей, экскурсоводов и даже певцов. Динара Бектурова побывала на празднике. Кабинеты депутатов превратились в тренажерные залы, студии для дебатов и литературные кружки. Вот сказки детям читает сам председатель израильского парламента Юлия Эдельштейн. А здесь законотворцы со студентами рассуждают на тему положения родителей в эпоху карьеризма. Как говорят организаторы, члены парламента для гостей приготовили грандиозную программу беспрецедентного масштаба. К нам сегодня приехало 4,5 тысячи людей с севера, с юга, с центра страны. И очень много разных вещей можно видеть здесь. Например, есть члены парламента, что они поют, такие, которые играют на гитаре, играют на рояле. Есть такие, что делают варенье здесь, приготовляют сами себе. Есть такие, что делают джудо и карате. В общем, весь дом, 80 членов парламента Израиля взялись для того, чтобы принять очень красиво всех людей. Обычно в зал, где заседают парламентарии, не попасть даже представителям СМИ. Но сегодня тот редкий случай, когда любой желающий может сделать здесь селфи и послушать, как работают депутаты. Мне все очень понравилось. Я четвертый год сюда прихожу, но в этом году гораздо больше мероприятий. Я специально приехала поздравить парламентариев с праздниками и увидеть их в непривычных для нас образах. Мне все понравилось. Это того стоило. А это аттракцион уже для маленьких гостей. Весь день дети из конструктора собирали миниатюрную копию Кнесета. Это просто супер. Мне очень понравилось собирать Кнесет. Сначала было сложно. Я собирала левое крыло, думала, не получится. А теперь уходить не хочу. Кстати, проект мини-парламент архитекторы разрабатывали двое суток. Чтобы копия точь-в-точь повторяла оригинал, пришлось даже заказывать специальные детали. Результат превзошел все ожидания. Это главная файет-месика. Обычная, без пусто, но раз в год он уменяет свой облик до неузнаваемости. На этот раз самосерцы Гральского парламента установили уютное кафе с живой музыкой. Где для гостей играют и поют депутаты. Кнесет празднует 67-й день рождения, а также отмечает полувековой юбилей здания. Завтра от праздника не останется и следара. На утром парламентарии уже в привычном для себя амплуа придут на пленарное заседание. И на повестке дня будут отнюдь не праздничные темы. Поэтому сегодня, как сказала поющий депутат Ифат Шаша Бетон, развлекать своих гостей парламентарии будут до самого вечера. По итогам дневных торгов на казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс нацвалюты составил 375 тенге 45 иинов за доллар. В сессии приняли участие 25 членов валютного рынка. Объем торгов составил 75 миллионов 550 тысяч долларов. Завершено расследование по факту пожара на Павлодарском предприятии Нефтехим ЛТД, в результате которого погибли двое рабочих, еще трое получили сильнейшие ожоги. Специальная комиссия установила стопроцентную вину работодателя. Определены ответственные лица. Выявлены четыре причины возгорания склада полипропиленовой продукции. Теперь расследование продолжат правоохранительные органы. Неудовлетворенность организации работы, выразить в том, что не работала вентиляция в этом цехе расспасовки, значит, недостаток конструктивной недостаточности агрегатов, оборудование которых работало, и нарушение правил промышленной безопасности, охраны труда работниками и самими работодателям, то есть представители работодателя, мастер, начальник участка и так далее. Число жертв нападения на университет в пакистанском городе Чарсадда может достигать четырех десятков человек. Еще более пятидесяти пострадали, сообщает Рейтер со ссылкой на местные власти. Напомню, группа вооруженных людей ворвалась в университет и начала расстреливать людей. На территории учебного заведения прогремело несколько взрывов. В это время в здании находились более трех тысяч студентов и преподавателей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Талибан». В ходе перестрелки силы безопасности ликвидировали четырех нападавших. Не исключено, что несколько террористов сумели скрыться. В Сирии боевики террористической группировки «Ирака» и «Леванта» освободили 270 заложников, большинство из них – женщины и дети. Напомню, несколько дней назад экстремисты устроили массовую резню в одном из населенных пунктов. Позже террористы взяли в плен 400 мирных жителей в городе Дейр-Эс-Зор. Тогда жертвами вооруженных столкновений в населенном пункте стали более 300 человек. В их числе и десятки гражданских лиц. Около сотни боевиков были уничтожены. В столице Гаити, Порто-Пренсе, тысячи сторонников оппозиции провели массовую акцию протеста. Они требуют отменить второй тур президентских выборов из-за предполагаемых нарушений во время первого тура. По плану он должен состояться 24 января. Протестующие поджигали автомобили, кидали камни в полицию. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Протестующие также требуют отставки действующего правительства и прекращения вмешательства международных организаций в дела страны. Согласно их заявлениям, это только усугубляет политический кризис на Гаити. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует поездку в Италию, чтобы лично урегулировать конфликт между Римом и Брюсселем, который в последнее время накалился до предела. Италия обвиняет Европу в неисполнении обязательств и давлении на страну. За свои заявления итальянский премьер Матео Ренци впал в немилость в европейской столице. Уже несколько дней стороны сыплют друг друга упреками. Подробнее в нашем следующем сюжете. Время, когда мы снимали в Брюсселе шляпу, закончилось. Италия заслуживает уважения. Премьер-министр Матео Ренци все чаще повышает голос в диалоге с Европой. Источник конфликта уже известный. На греческом примере политика жесткой экономии. Рим отстаивает свое право самостоятельно решать, сколько государственных денег и на какие цели тратить. А также отстаивает свои интересы во всех болезненных для Европы вопросах, таких как мигранты. Второстепенная роль в Евросоюзе Рим сегодня уже не устраивает. Италия должна быть тем, чем всегда была точка отчета, заявил по этому поводу премьер. Италия должна заставить себя услышать решительно, но любезно и со всей вежливостью. Должна дать понять, что время, когда кто-то извне мог нами командовать, прошло. Это не значит, что мы ничего никому не должны. Нам нужно наводить порядок у себя дома и требовать от других уважения. На многочисленные претензии Италии отреагировал глава Еврокомиссии. По словам Жан-Клода Юнкера, нападая на Европу, Рим ошибается. В итальянскую столицу в феврале он приедет сам, чтобы решить проблему. Как говорят эксперты, Ренци не случайно выбрал момент для действий. Сегодня Европа ослаблена и разрознена. Но выход в том, по словам итальянского премьера, чтобы не зацикливаться на цифрах роста и государственного долга, Европа больше, чем цифры, подчеркнул он. Но если какие-то нормы существуют, то должны работать и для каждого государства. Деление на первых и вторых Италия больше не допустит. Юлия Гончарма, Семеляно Вольпе, 24КЗ, Италия. В швейцарском Давосе открылся 46-й Всемирный экономический форум. В нем участвуют около 2500 делегатов из 140 стран мира. Среди них несколько десятков президентов, главы международных организаций, знаменитые общественные деятели. В этом году форум посвящен 4-й промышленной революции. Также участники обсудят снижение цен на нефть, изменение климата, освобождение Ирана от санкций и международный терроризм. Одним из представителей Казахстана на форуме будет глава нацкомпании «Астана-Экспо-2017» Ахмеджан Есимов. Экономическим бумом назвал сотрудничество с нашей страной чрезвычайный полномочный посол КНР в Казахстане, отвечая на вопросы журналистов во время международной конференции «Один пояс, один путь». На встрече обсуждали вопросы внешнеэкономической политики Китая и результаты реализации двусторонней стратегической программы. В прошлом году Казахстан и Китай запустили 52 совместных производства в сфере металлургии, машиностроения и других. В текущем году планка на порядок выше. Расширению сотрудничества в финансовой сфере также будет способствовать присоединению Казахстана к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций в качестве члена-учредителя, считает посол. Общая сумма договоров и соглашений и намерений сотрудничества всего около 50 миллиардов долларов. Это за нашу историю развития отношений не было. Значит, такого бума экономического сотрудничества. Я думаю, что в этом году самая главная задача мы будем реализовать, и эти проекты, которые будут приносить и нашим, и вашим народам пользу. Посол также сообщил о том, что председатель КНР пригласил Нурсултана Назарбаева на саммит «Большой двадцатки». Он состоится в сентябре в китайском городе Ханчжоу. Известно, что темой G20 станет строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне. Во втором круге соперницей 21-летней представительницы Казахстана была 25-летняя китаянка Синь Юньхань. Наша спортсменка одержала уверенную победу. По мнению букмекеров, Путинцева в этой встрече была явной фавориткой. В следующем круге Юлия Путинцева будет играть с российской теннисисткой Маргаритой Гаспарян. Холода отступают в ближайшие дни. На территории страны ожидается потепление. По прогнозам метеорологов, ночью на севере температура составит 20-25 градусов мороза. На юге от минус 2 до минус 17. На западе страны будет чуть холоднее. Это связано с влиянием циклона. Как результат, местами снег и метель. Повлияет циклон из-за его смещения. И на восток Казахстана от 20 до 33 градусов мороза. Такая температура будет здесь и в центре. А в Астане сеноптики обещают ясную погоду. В Астане ближайшие трое суток ожидается погода без осадков. Ночью 19-21, днем 10-12 мороза. Если в 2015 году в городе Астана температура понижалась до 30 мороза, но в этом году только понизилась до 28 мороза. Это значит, что температура каждым годом повышается. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok